Сегодня 17 января губернатор Кировской области Игорь Васильев в Кировском государственном медицинском университете провел встречу с волонтерами-медиками. Свою историю Кировское движение волонтеры-медики ведут с 2016 года. В 2020 году с начала пандемии волонтеры показали всю важность своей деятельности. Они помогали медицинским учреждениям, работая в колл-центрах, развозили продукты питания и лекарства пожилым и тяжело больным людям. С появлением нового штамма «Омикрон» люди вновь нуждаются в помощи волонтеров. Сейчас пандемия. Людей нужно прежде всего внушить им уверенность, что все под контролем. Нам с вами нельзя метаться из стороны в сторону, что-то открывать, закрывать, ужесточать, ослаблять, следуя каким-то непонятным историям. Мы выбрали правильную линию поведения, она приносит свои результаты. Мы по темпам вакцинации одни из первых мест занимаем. Мы по общей смертности, по заболеванию, что главные критерии, тоже выглядим достаточно неплохо. Это результат нашей с вами совместной работы. В период сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом волонтеры оказывают помощь в колл-центрах и регистратурах медицинских учреждений. Также они занимаются профилактическим просвещением, реализуют программы профориентации школьников, учат граждан наказывать первую помощь. У нас сейчас стартовало два больших, всем известных проекта. Это «Я буду жить» Екатерины Садаковой, направленные на профилактику онкологии. У нас открывается центр профилактики когнитивных расстройств. Также популяризируем кадровое донорство. Не только крови начали популяризировать донорство костного мозга. Отделение движения волонтера-медики также есть в Котельниче и Уржоме. В этом году центр по волонтерскому движению откроется еще и в Амутнинске. Сейчас у волонтера все основное внимание сконцентрировано на помощи в прививочных пунктах, в поликлиниках и больницах. В общей сложности с июля прошлого года волонтеры отработали порядка 900 часов в пунктах вакцинации.